В эфире выпуск новостей на канале ТВЛ в студии Татьяны Пыринова. Здравствуйте! И прямо сейчас мы расскажем вам о событиях, которые попали в зону внимания нашей съемочной группы. Снегопад 2020. Как коммунальщики справлялись с непогодой? Новости спорта. Рубрика ЧП. Информация о правонарушениях. Митинг, посвященный 152-й годовщине со дня рождения основателя города Роберта Классона. Рубрика от Советского информбюро. Хроника военного времени. Визит заместителя председателя правительства. Диалог с предпринимателями. Пусть с запозданием, но в московском регионе выпал снег. И теперь коммунальщики вынуждены попотеть. На дорогах осадков быть не должно. Как справляются с поставленной задачей в Электрогорске, расскажут представители коммунальных служб города. Сегодняшний снегопад синоптики ценили как близкий к сильному. 11 февраля Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредило жителей о неблагоприятных погодных условиях. С раннего утра дворники и техника вышли на прикрепленные за ними участки, чтобы как можно быстрее освободить улицы и дороги города от снега. Министерство благоустройства Московской области ставит задачу при объявлении снегопада. Все задания мы должны взять до 9 часов утра. То есть специально у нас работает мобильное приложение. Эти задания мы должны взять до 10 утра и, соответственно, пустить в работу. И по результатам работы мы ведем фотоотчеты и отсылаем все эти данные всем министерствам. Объявляют, и мы уже, соответственно, поработаем. В течение суток мы должны все эти убрать. Уборка ведется своевременно и практически в круглосуточном режиме. Дворники убирают придомовую территорию, подходы к подъездам, тротуары. У нас сейчас задействовано 9 единиц техники. И, соответственно, при появлении нальдии мы посыпаем песко-соляной смесью дороги. Как определяете первоочередность? Какие дворы? Ну, первоочередное для нас уборка – это подходы к школам, детским садам, социальным учреждениям. Ну, и потом, соответственно, там, где больше проходимые жители – это бульвары, площади. И потом уже, потому что рано утром технику во двор нельзя загонять, потому что люди хотят поспать. Поэтому мы всегда появляемся там где-то после 8 часов. Обязательная часть комплекса мер по уборке города от снега – это расчистка детских площадок от снежного покрова. Чистка от снега на них производится вручную при помощи лопат. Поэтому им уделяется не меньшее значение, чем всей остальной территории. В данный момент мы находимся в городском парте, где осуществляется работа по очистке самой территории элементов. Также во время объезда мы проводим осмотр игровых элементов с целью выявления и в последующее устранение незначительных дефектов. Все же значительные дефекты, которые выявляются, ставятся в план работы и в последующем будут выполняться. Рабочие МБУ УК «Электрогорск» убирают детские площадки в местах общего пользования и помогают дворникам расчищать площадки, установленные во дворах домов. Работаем по району. Сейчас отрабатываем район Ленина, Пионерский, Комсомольский, а дальше под личным контролем. Наша управляющая компания, а именно в зону ответственности игровых площадок, переходим в другой район. Далее это будет улица Коржановского, улица Горького, улица Советская. В данный момент на территории работает более 10 человек по очистке площадок. Снега, да. Снега выпало много, поэтому площадки убираются как начиная с 9 утра и при обилии снега еще и во второй половине дня. То есть где-то часа в два. Также проводим повторную уборку игровых площадок, чтобы дети вечером могли спокойно поиграть. На городских дорогах в борьбе со снегом с силами компании «Дорожное хозяйство и благоустройство» задействовано 5 единиц техники. Плюс к тому, что помимо техники еще 5 человек дорожных рабочих занимаются. Это автопавильоны, очистка от снега, вот этих тротуаров, где не заходит техника. Вот пока так работа проводится. На данный момент проводится патрульная очистка, потому что снегопад будет где-то ориентировочно часов до 9. Сейчас после, как сказать, ближе к вечеру еще раз выйдут, будут прочищать. И там уже в зависимости, если погода не изменится, то или будем дальше продолжать патрульную очистку, или обработку в зависимости от условий. Потому что обещали потепление небольшое, возможно, образование гололеда. На данный момент, пока ситуация стабильна, у нас проводятся работы, завершаются уже. Высокие температуры и отсутствие снежного покрова практически большую половину зимы – нетипичное для наших широт явление. Но коммунальщики оказались готовы к сюрпризам зимы и оперативно среагировали как на потепление с таянием снега, так и на снегопады. Сколько миллиметров осадков выпало за эти? Ну, порядка, вот если в снеге брать, порядка 5-7 сантиметров на данный момент. Это как? Ну, вот считайте, ну, по толщине просто я приблизительно так вот говорю. Потому что снегопад начался где-то во втором часу ночи, и вот до сих пор вот на данный момент он еще продолжается, даже усилился. Ну, хватает ресурсов, справляетесь? Да, пока все нормально, справляемся, без вопросов. Снежного коллапса жителям не ждать? Ну, в прошлые годы даже не было такого, хотя и снегопады были и больше, и продолжительней. Так что я надеюсь, что и в этом году мы не подведем. Сейчас дорожники заняты безопасностью дорог, посыпают их песком. На улице в течение дня в разные районы выходит несколько единиц техники. Привлечения дополнительных резервов техники в силу погодных условий большой необходимости нет. 13 февраля в зрительном зале Дома культуры состоится ежегодное обращение главы города Дениса Семенова к жителям. Прямую трансляцию выступлений можно будет посмотреть в социальных сетях главы. Начало в 14.00. Приглашаются все желающие. В новостных эфирах телеканала ТВЛ зрители также могут посмотреть, как проходило это мероприятие. В 2018 году в Электрогорске зародилась новая традиция. В день рождения Роберта Эдуардовича Классона, человека, которому город обязан своим рождением, собираться на привокзальной площади возле памятника, установленную этому талантливому инженеру, великому человеку, и вспоминать о том, как и благодаря кому на месте болот появилась первая в России гресс, работающая на торфе, а возле нее самый лучший город на земле. Памятник – это место обретения современниками исторической общности. Это то, что встречает и провожает жителей и гостей и несет в себе великую духовную мощь. Очень хорошо, что такие места появились и в нашем городе. 12 февраля на привокзальной площади состоялся митинг, посвященный 152-й годовщине со дня рождения основателя поселка Электропередача. Его гостями стали глава города, внук Роберта Эдуардовича, почетные жители Электрогорска, бывшие нынешние руководители ГРЭС-3, горожане. Ровно два года назад в этот день мы с вами изложили замечательную традицию в нашем городе. И здесь, на этом месте установили камень, в честь которого в 2018 году появился памятник основателю нашего города Роберту Эдуардовичу Фасону. Сегодня мы отмечаем его день рождения, 152-й год рождения. Это человек, у которого был замечательный ум, талант, в результате которого появилась первая электростанция, работающая на торфе, и появился наш город Электрогорск, в котором мы сегодня с вами живем. Я желаю всему нашему молодому поколению продолжать эту замечательную традицию, чтить память и участвовать в жизни города, чтобы наш любимый Электрогорск всегда развивался, и в нем появлялись новые такие добрые традиции. В трудовой биографии Роберта Классона, участие в проектировании и управлении строительством городских электростанций в Петербурге и Москве, разработка плана электрификации страны, разработка гидравлического способа добычи торфа, стать основателем города, великому энергетику, было предначертано судьбой. Роберт Игоревич был заявленным охотником, и когда он приехал в Богоровский уезд, пошел на охоту, то узнал, что подается земля, подается земля и торфяные болота. Настолько он был предприимчивый, что пригласил немецких капиталистов, они вложили средства, и началось строительство ГРС-3. Он всегда мечтал построить станцию на местном топливе, поскольку уже тогда можно было передавать электричество по проводам, а вот топливо возить с нашей промышленностью топливной в России было тяжело. Благодаря ему поселок энергетиков превратился в цветущий город. Были построены детские сады, больницы, магазины, столовые, дом культуры, жилые дома, и электрогорцы помнят и чтят основателя, давшего начало городу полному света. Именем Роберта Эдуардовича названа одна из старейших улиц города. Ко дню рождения Роберта Классона учреждение культуры и образования подготовили концертную программу. Тепло и свет он людям отдаёт, и в ранний час, и в час ночи бессонной. Уж много лет и в том не устает, с благословенья Роберта Классона. Уж много лет и в том не устает, с благословенья Роберта Классона. После к памятнику возложили венки и цветы почти в память. От Советского информбюро. Проект к победе и о победе. В нём принимают участие простые жители нашего города. Ветераны и школьники, рабочие, депутаты. Свидетели тех событий и те, кто знает о войне только из современных учебников истории. Каждый человек – это один день войны. Это жизни людей, их подвиги и их смерть. Это наша память. Говорит Москва. Передаём важное правительственное сообщение. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В течение 12 февраля северо-западней города Быдгощ наши войска в результате наступательных боёв овладели городом Швец и заняли более 120 других населённых пунктов. Войска 2-го и Белорусского фронта взяли в плен свыше 15 тысяч немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи. Орудий 270, пулемётов 700, винтовок и автоматов 7500, автомашин 1200, повозок с военными грузами 800, лошадей 2000, складов с вооружением, боеприпасами и продовольствием 202. Противник оставил на поле боя более 13 тысяч трупов солдат и офицеров. Войска 1-го Украинского фронта развивали наступление с западней реки Одер. В боях за 10 и 11 февраля в этом районе войска 1-го Украинского фронта взяли в плен около 3000 немецких солдат и офицеров и захватили на аэродромах 100 самолётов и 200 тяжёлых планеров противника. Войска 4-го Украинского фронта продолжили наступление в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат. В Бутапеште наши войска, сломив сопротивление противника, заняли более 200 кварталов, в том числе Королевский замок и Старую крепость, и к исходу дня завершили бои по ликвидации остатков окружённой группировки противника. Календарь войны. Февраль 43-го. 2 февраля. Победный финал Сталинградской битвы. С 10 января по 2 февраля войска Донского фронта разгромили 22 фашистских дивизий. Взяли в плен 91 тысячу солдат и офицеров, в том числе 2500 высших офицеров и генералов во главе с Паулюсом. Каждая улица города, каждый дом стал ареной ожесточённых боёв. За Волгой для нас земли нет, как клятву повторяли бойцы советской армии. Споткнулась фашистская боевая машина о героизм и самоотверженность простого русского солдата. Не удалось зачерпнуть и испить волжской водице фашистским солдатам. В письмах жалуется фриц. «Я когда-то резал птиц. Доставались мне когда-то деловые поросята. А теперь я либо фрау. Ем к обеду мяу-мяу. Мне осталось жить недолго. Дойчланд, Дойчланд, Волга, Волга». В этот же день началась операция «Звезда» по освобождению Курска, которую осуществляла 60-я армия Воронежского фронта под командованием генерал-майора Черняховского. 6 февраля в 23 часа 50 минут он приказал уничтожить курскую группировку противника. 7 февраля бои шли на окраинах города. Особенно ожесточёнными они были за железнодорожный вокзал. Сильное сопротивление противника встретили бойцы 322-й стрелковой дивизии. Командир дивизии Степан Перекальский, поднявшись во весь рост, личным примером увлёк солдат за собой. Вражеская пуля попала кум-диву в область сердца. Последние его слова были «Друзья, возьмите город». В 12 часов дня на здании бывшего дворца пионеров было водружено красное знамя. В ночь на 9 февраля была освобождена юго-западная окраина Курска. Сгорели в танках мои товарищи. До пепла, до золы, до тла. Мои товарищи на минах подорвались. Взлетели ввысь. И много звёзд далёких, мирных. Из них, друзей моих, зажглись. Город Инстербург переименован в Черняховск. Из всех командующих советскими фронтами он был самым молодым по возрасту. 3 февраля началась десантная операция, в результате которой под Новороссийском образовалась знаменитая «Малая земля». Этот клочок, что геройством объят. Каждая пять тут пропитана кровью. В бухте Цемесской сражался десант. 4 февраля наши войска сломили сопротивление гитлеровских войск. Прорвались к побережью Азовского моря. Подошли с югом к городу Краснодару. Значительная часть Северного Кавказа была освобождена. 6 февраля в ходе операции «Скачок» войска Юго-Западного фронта под командованием генерала Ватутина освободили города Донбасса, Балаклею и Изюм. 8 февраля началось освобождение Новороссийска. Ордена государства навесила и пришила погоны мне, чтобы было бодро, весело на большой многолетней войне. 9 февраля освобожден город Белгород. Захвачен плацдарм южнее города Новороссийска. 11 февраля, совершая свой 158-й боевой вылет на подступах к Бреслау, погиб летчик генерал Полбин. При бомбардировании групп методом пикирования с замкнутого круга на четвертом заходе на цель прямым попаданием снаряда подожжен самолет, пилотированный гвардией генерал-майором Полбином. При попытке сорвать пламя у самолета отвалилось хвостовое оперение. Горящий самолет упал на восточной окраине Бреслау и взорвался. Солдаты говорят о бомбах и об осколочном железе. Они не говорят о смерти, она им в голову не лезет. Солдаты вспоминают хату, во сне трясут жену, как грушу, а родину не вспоминают, она и так вонзилась в душу. 12 февраля была освобождена столица Кубани, Краснодар. 17 февраля советские войска вступили в город Павлоград. До Днепра оставалось совсем немного. 23 февраля в боях у деревни Чернушки комсомолец Александр Матросов закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Это было суровой зимой в феврале 43-го года. По сообщению заместителя главы администрации Юлии Башмаковой, 14 февраля в Электрогорске впервые пройдет рабочая встреча заместителя правительства Московской области Владимира Хромова с представителями предпринимательского бизнес-сообщества. Для того, чтобы принять участие в этой встрече, вам необходимо зарегистрироваться по ссылке, которую вы видите внизу экрана, и обозначить интересующий вас вопрос. С этими же самыми вопросами вы можете принять участие в этой встрече, которая состоится, еще раз повторяю, 14 февраля 2020 года на территории предприятия «Эколаб» в 9 часов 30 минут. Регистрация на встречу начинается в 9 часов. Я обращаюсь ко всем, кто ведет сейчас свой бизнес, кто только планирует открыть свой бизнес, у кого есть вопросы, у кого есть сомнения. Приходите на встречу, задайте свои вопросы Вадиму Валерьяновичу. 15 февраля, в День памяти о воинах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается 31-я годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана. В памяти об этом событии в субботу, 15 февраля, в 12.30 в сквере у памятниково-инослужащих, погибших в локальных вооруженных конфликтах, состоится митинг и траурная панихида. Далее рекламный блок, не переключайтесь. Дорогие друзья, приглашаем вас на юбилейный концерт в студии «Танца Радуга» «Нам 5 лет». Специально для своих зрителей к первому юбилею коллектив подготовил яркую и захватывающую программу с уже знакомыми зрителю и совершенно новыми танцевальными номерами. Концерт состоится в Доме культуры 15 февраля в 15.00. Ход свободный. Приглашаем всех жителей города на праздничный концерт. Мировая премьера в Электрогорске. Сергей Никоненко, Андрей Леонов, Эвелина Брёданс, Владимир Долинский, Юлия Сулис и другие в суперкомедии «День дурака». 24 февраля в Дом культуры, город Электрогорск. Начало в 17 часов. И мы продолжаем. Совсем скоро, а именно, грядущее воскресенье 16 февраля Клуб любителей книг и чая с плюшками приглашает всех мам и пап, бабушек и дедушек и, конечно же, всех ребят на первый фестиваль детской и подростковой литературы «Книжный городок». Погнали? Погнали. Здравствуйте, друзья. Мы приглашаем всех родителей и детей 16 февраля в Дом культуры на первый в Восточном Подмосковье книжный фестиваль «Книжный городок». Совершенно бесплатная программа фестиваля проработана до мелочей. Скучно не будет никому. Но самое главное, к нам приедут издательства и привезут свои книжки по издательским ценам. У жителей города и гостей нашего города, у детей и родителей появится возможность познакомиться с детской и подростковой литературой. Специально для маленьких жителей Электрогорска гиганты издательского бизнеса. Писатели, иллюстраторы привезут и покажут самые последние книжные новинки. На любой возраст, вкус и семейный бюджет. Наши дети не читают. Эту фразу мы слышим очень часто. И от нее становится очень грустно. Мы готовы доказать, что не читающих детей просто нет. Если у детей появится возможность познакомиться с книгами и выбрать самим книгу, не читающий ребенок станет читающим. И это еще не все сюрпризы. Малыши смогут играть, слушать книжки вслух, строить, кушать. А родители в это время смогут спокойно походить по ярмарке. В 11 часов, также для малышей, Аквилегия М запускает разноцветный хамелеон. Это очень классный мастер-класс, всем понравится. Самые волшебные и захватывающие действия начнется ровно в полдень. В 12 часов в актовом зале начнется спектакль «Сказка из кармашка». Василиса Кошкиной – это писатель и актриса. И дети и родители бесплатно смогут на него пройти. Место встречи всех любителей книг – Дом культуры. Время встречи – 16 февраля. В 11 часов организаторы ждут малышей. Мы разделили все мероприятия на нашем фестивале по времени, потому что мы знаем, что детишкам надо будет спать. Мы подготовили программу для подростков. Например, вам очень понравится конкурс стендапов. Вы сможете прослушать от подростков рассказы об их любимых книгах и поучаствовать в беседе об этих книгах. Человеку, задавшему самый лучший вопрос, тоже подготовлен приз. Также для подростков мы подготовили мастерскую комиксов и большую игротеку. Мы будем играть в настолки. Приходите, будет здорово. К вечеру мы ждем юноши и девушек. И еще к большому зимнему киновороту надо готовиться уже сейчас. Нарисуйте вместе с детьми рисунок любимой книги или сочините свое собственное стихотворение. В общем, все подробности, как получить подарок от спонсоров и организаторов праздника, смотрите тут. И помните, сказка всегда рядом. Стоит только сделать ей навстречу первый шаг. Мы ждем вас 16 февраля с 11 до 19.00 в Доме культуры на книжный фестиваль «Книжный городок». Вход свободный. Все мероприятия бесплатны. Вы приведете к нам своего не читающего ребенка, а мы вернем вам вашего же, но уже читающего ребенка. Приходите. Вашему вниманию рубрика «Спортобзор». С 7 по 9 февраля в городе Подольске Московской области прошел открытый всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона Европы и СССР Владислава Ивлева. В соревновании приняли участие более 150 человек из 30 регионов страны, а также из Азербайджана, Белоруссии и Узбекистана. Воспитанник электрогорской секции по греко-римской борьбе Евгений Иванов в своей весовой категории завоевал бронзовую медаль. 13 и 18 февраля на базе школы номер 14 лицея пройдет зональный этап соревнований по волейболу среди сборных команд, обучающихся общеобразовательных организаций Московской области. Игры пройдут среди юношей и девушек, обучающихся в школах Восточного региона области. В соревнованиях примут участие 8 команд. 8 февраля в городе Видное прошло первенство в Московской области по кёку-синкай-крате. В возрастной категории от 10 до 14 лет. Воспитанник спортивной школы «Вымпел» Климент Кач в своей возрастной категории занял первое место. Далее эфир продолжит сводка дорожно-транспортных происшествий и правонарушений. Сотрудниками полиции межмуниципального отдела МВД России Павел Посадский задержан ранее судимый 38-летний житель города Павловский Посад. Установлено, что злоумышленник взял в аренду автомобиль иностранного производства, подделал необходимый пакет документов и продал транспортное средство в один из автосалонов городского округа Орехово-Зуево. После чего перестал выходить на связь с арендодателем, который обнаружил в сети интернет информацию о продаже его машины. Ущерб составил 450 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого по месту жительства. Оперативными сотрудниками автомобиль изъят и возвращен законному владельцу. В отношении задержанного следователем следственного отдела МВД возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Два ДТП с материальным ущербом произошло в Электрогорске с 3 по 10 февраля. Всего за этот период на территории обслуживания у ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Павлово-Пасадский произошло 18 дорожно-транспортных происшествий и 235 нарушений правил дорожного движения. Из них один водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения, а 56 пешеходов нарушили правила дорожного движения. С 3 по 9 февраля прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». С 3 февраля по 12 апреля на территории Электрогорска будет проводиться социальный раунд. Маленький пассажир, большая ответственность. О погоде в завершении нашего информационного выпуска. В ночь на 13 февраля будет облачно небольшие осадки температура минус 2, плюс 2. Скорость южного ветра составит 5-10 метров в секунду. На порывах до 18 метров в секунду. В связи с гололедицей действует желтый уровень опасности. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале минус 3, плюс 2 градуса. Днем в четверг столбики термометра покажут минус 1, плюс 4. На этом у нас все. Эфир продолжит рубрика «Гость студии». О том, как уберечь своих близких, особенно детей от пожара, расскажет заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам Павловский посад «Электрогорск» Главного управления МЧС России Андрей Косов. А мы прощаемся с вами. Над новостями сегодня работали Ольга Костина, Анна Вязгина, Дмитрий Морозов, Кирилл Чиняков, Александр Суслов и я, Татьяна Пыринова. Хорошего всем настроения. До встречи на канале ТВЛ.